Привет, 7745! Это видеоотдел отзыв на ноутбук ASUS, который компактный, неплохой и вся начинка его создана для того, чтобы на нем работать. Здесь полноразмерная клавиатура, отличный звук, хорошая толщина экрана без рамок, 15,6 дюйма. Но впрочем, характеристики все вы можете узнать и без меня. Здесь есть все необходимые разъемы, я лишь хочу застрить внимание на моментах, которые лично были важны мне. Начнем, пожалуй, с его внешнего вида. Он не так и плох, он компактный, действительно не так тяжел. Здесь есть отличный разъем, которые нужны для работы. В общем, казалось бы, в нем есть все. В принципе, это так. Есть разъем microSD, есть комбинированный разъем для наушников, достаточно портов USB. Он не такой тяжелый, чтобы носить его в сумке и обращать на него внимание. При этом он отлично подходит для мультимедиа. IPS-матрица, которая может быть не такая яркая, но достаточно приятная, чтобы смотреть на нем фильм. Клавиатура классная. Клавиатура практически ощущается как домашняя, очень большая панель, клавиши разделены. Перепутать клавиши сложно. Тачпад тоже удобный. У меня большие руки и неудобно с ним работать. 1,8 килограмма заявлено не так, на самом деле, и бросаются. Я могу его использовать одной рукой. Единственное, что он не проходит тест, так называемый Macbook. То, что можно ноутбук открыть одной рукой, как Mac. Здесь этого делать не получается. Но в остальном, в принципе, использовать мне его нравится. Это видео, в принципе, сделано на этом ноутбуке. Клавиши F изначально используются для увеличения или понижения яркости. Для того, чтобы использовать F10, F11, например, достаточно жать на пуш функции. Отлично подходит ноутбук для серфинга в интернете. Процессор двухъядерный, но он справляется с основными задачами. Современный USB-порт USB-C, который работает в оба направления для зарядки и для передачи данных. Единственное, меня немножко удивило, что здесь слот microSD. То есть, большую карточку, например, с фотоаппарата или с какой-то устройства. Использовать нельзя камера. Понятное дело, здесь тоже номинальная. Для того, чтобы вести какие-то зум-конференции, ее достаточно. Я пользуюсь фотошопом. Ну вот, можно обрабатывать картинки. И, в принципе, ноутбука для этого хватает. 8 гигабайт памяти. В принципе, достаточно. Premiere не берет файл в качестве 4К, но просто, конечно, не хватает машинки для этого. Но, в остальном, файлы в Full HD заправляются. Заметил нюанс такой, что показывает заряд. Ну, время работы не такое, какое остается. На самом деле, ноутбук спокойно работает в режиме серфинге часов 5-6. Ну, в общем, на мой взгляд, это все, что нужно знать. То, что ноутбук подходит для рабочих задач. Мои задачи в виде фотошопа и примера на нем я выполняю с легкостью. Это видео было смонтировано, как и прошлые мои видеоролики на этом ноутбуке. Спасибо за внимание.